я решил о веселых меня зовут вячеслав макаров я на текущий момент возглавляю в компанию wargaming проект hold of tanks разработку и оперирование но в общем главный потанчиком соответственно ну являюсь таковым примерно с самого начала проекта кажется я это придумал и по этой причине масса женщин на постсоветском пространстве не ненавидит иногда присылают письма с угрозами нет не шутка вот соответственно наша история операции достаточно длинная танки достаточно рано столкнулись с двумя проблемами во первых мы очень плотно накрыли нашу стартовую аудиторию наш стартовый рынок и достучаться до игроков каких-то новых очень быстро стало сложно потому что из традиционной игровой части кто хотел играть в танки начал кто не хотел уже для себя решил что играть не будет в него бессмысленно как-то дальше пытаться достукиваться стал острый вопрос о том как нам стучаться до аудитории в игры традиционно не играющие или там живущие вне по крайней мере традиционной игровой рекламных площадок и там разными путями двигались шли в телерекламу достаточно большим выхлопом в начале и одной из историй которую мы начали для себя выращивать была история про разнообразные кооперации начали мы с кино был такой чудесный военно-исторический фильм фьюри с брэдом питтом в котором брэд питт на танки фьюри ездил и нагибал это была очень понятная история типа почему у вас кооперация ну там человек ездит на танки нагибает вроде как логично антисты тоже ездят и нагибают фильм вышел достаточно успешным кооперация тоже выросла достаточно успешной мы в игре сделали тематический танчик сделали версии для консолей сделали версии для мобилочек сделали версии для pc поставили его в продажу здесь сыграла нам очень сильно на руку общая история про премиум танки мудов танк обычно в таких кооперациях всегда очень сложно договориться о ценнике потому что всегда со стороны владельцев айпи встают вопросы о ревшаре и вопрос о ревшаре из чего в случае world of tanks поскольку у нас есть механизм премиум танков это достаточно контролируемая величина то есть в случае с фьюри мы договаривались о ревшару танчика фьюри у нас в игре плюс с обоих сторон были коммитменты по взаимному продвижению простая понятная для всех история достаточно хорошо выстреливший на консолях потому что ну понятно консоли работали в американском рынке в общем вполне успешно откатавшиеся по рынку в целом а в принципе ставший для нас некоторым роде референсом того как все это может работать а следующая история нашла нас сама белл сэн панцер аниме сериал японский достаточно популярный снятый по признанию авторов под впечатлением от игры в волков танк а дальше люди сняли сериал успешно его прокатили и постучались к нам с вопросом а не хотим ли мы посотрудничать в этот момент мы только вылезали на азиатский рынок мы пошли на него чуть позже после того как уже успешно вышли на остальных регионах специфика японского рынка заключается в том что для японского рынка большая часть западных продуктов не очень значима то есть для того чтобы там быть успешным нужно быть или очень большим или местным благодаря кооперации получилось что мы скорее местные и до сих пор наши аниме партнерства являются наверное одним из самых больших движков наших всех продаж в японии и привлечения аудитории соответственно мы очень плотно работаем с людьми до сих пор а там у нас время от времени получается какая-нибудь совместная манга в аниме сериале есть персонаж который играет в оба танк соответственно мы брендируем как в общем наверное многие знают мы традиционно на выставке привозим какой-нибудь танчик ну вот на Tokyo Game Show мы обычно брендируем его в партнерстве с Ghost & Panther и эта история движется к сожалению проблема аниме тема в том что аудитория за пределами Японии воспринимает ее не столь позитивно поэтому выстроить такую большую глобальную историю как с Брэдом Питтом у нас не получилось но но мод с Голлсенпанцеровскими танками появился для азиатского рынка ну и кроме того вышел для мобилочек где аудитория ко всей этой теме менее чувствительна но это было скорее первыми шагами к большой истории которую мы хотели и эта история началась с тура сабатона приехавшего к нам на Кипр в том числе я еще несколько ключевых сотрудников танков в тот момент на Кипре были мы обсуждали какие-то наши планы по тому как развернуть в какую сторону развернуть танчики в тот момент у нас происходили изменения в руководящей команде это был начало 2015 года мы полюбовались вот этими прекрасными людьми особенно вот этим вот послушали песни про Сталинград и Прохоровку вспомнили что у нас примерно в игре есть такие карты и решили что партнерство это то что в данном случае будет интересно обоим сторонам у нас не было непосредственно контактов группы но мы к этому времени знали что они сотрудничали с компанией парадокс и делали для них озвучку одной из парадокс парадокс дрочили ну в смысле популярных стратегических игр компании парадокс извините поскольку парадоксами мы дружим очень давно они когда-то издавали наши стратегические игры мы позвонили парадоксом парадоксом сказали есть замечательные ребята пообщайтесь с ними дальше мы примерно три месяца списывались пытаясь согласовать графики обоих сторон потому что ну с одной стороны хотелось сразу провести встречу людей достаточно валидных чтобы принимать решения с другой все были заняты дофига проблему решили достаточно просто по итогу я собрался посмотрел их концертные туры увидел что у них есть концерт в Нью-Йорке потом через два дня где-то в районе Нью-Йорка и спросил готовы ли они вот в этом окне пообщаться купил билеты полетел ну типа сам уже решил что ну я-то всяко могу принять решение о том как работать и сотрудничать пообщались вечер дня знакомства не помню до сих пор пили сильно то есть в общем это как бы наверное главный совет всем кто соберется сотрудничать с рок-группой готовьтесь там вот тренируйтесь литрбол это просто must have посылайте крепких таких прокаченных выпивок тогда все упростится а саботан в этом смысле оказался очень интересной группой в большинстве случаев за какими-то командами всегда стоят лейблы куча подписанных ими обязательств то все пятое-десятое ребята владеют собой сами если быть совсем точным то группой брендом всеми песнями всей фигней владеют что химбродан тут вот и персен стором господи у них имена очень сложно произносить я все время боюсь как неправильно это сделать когда общаюсь хотя вроде бы вот но соответственно по сути оказалось что с той стороны есть два конкретных человека с которыми надо договариваться это было конечно очень сильно все упрощало я рассказал им про то что у нас было с Юрием рассказал как мы строили эту историю рассказал как мы работали там с другими историями с Киллхенпанцер вот со своей стороны рассказали про свой опыт сотрудничества и в общем примерно за пару дней то мы в общем обо всем и договорились то есть дальше мы потом разумеется примерно месяца четыре подписывали контракт потому что юристы с обоих сторон получили много поводов для поразвлекаться но в целом сотрудничество началось примерно с этого момента мы пожали руки и начали уже планирование когда они приезжают к нам отсниматься я поехал общаться со студией и пытаться понять с какой скоростью мы можем сделать озвучку танк каким датам привязаться по дороге выяснилось что мы не умеем делать индивидуальную озвучку для танкового экипажа и нужно этому срочно научиться потому что в истории с Юри мы такого не делали по дороге соответственно возникало еще какое-то количество технических препятствий возражений и так далее но здесь вот как бы главное то если у обоих сторон есть причины для сотрудничества а наши причины для сотрудничества было то что им была интересна наша аудитория и нам была интересна их аудитория то все вот мелкие юридические организационные препятствия они в общем преодолеваются и это наверное как бы самое большое что тут нужно понять было в этой истории выбрать тот тип партнера с которым у продукта действительно есть синергия рынок у нас знает много неудачных партнеров когда все смотрели зачем знают удачные у меня до сих пор любимая история это арнольд шварценеггер и мобайл страйк это просто великую историю для себя люди сделали я думаю что примерно половина вообще всего денежного успеха мобайл страйк лежала в шварценеггере подрезали у нас между прочим вот буквально там из подноса увели арнольда до сих пор расстраиваюсь ужасно завидую ну вот тем не менее и после этого мы начали готовить анонсы и таким получился наш первый анонс hello we are Sabaton and you know what we got some exciting news for you we need some really cool filming we don't want to give away too much secrets but there were a lot of explosions lots of tanks of course we usually have one or two tanks but for wargaming we can have as many tanks as we want and it's not every day we get to drive through concrete walls and blow stuff up i can't hear anything there were very loud explosions my friends my friends we prepared for a lot of surprises we got a lot of stuff lined up for you so stay tuned come on it's true в посещу писали видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА